всем привет дорогие друзья с вами ерн и это видео будет целиком и полностью посвящено новеньком герою локеру одиночки из фракции людишек в общем что могу сказать это пушкарь силовик качается по ветке силы в древнем дереве носит скорее всего латы потому что тут перчаточка да и его задача основная роль это непрерывный урон окей пока ничего сказать не могу то есть надо его будет еще потестировать поэтому в этом видео мы просто посмотрим навыки персоналку мебель и может быть я просто уже кратко поясню насколько он будет эффективен в более поздней игре исходя из моего опыта ну и потом еще на арене тоже посмотрим приступаем первый навык она же рта называется стрельба в салуне ли в салуне короче неважно локер стрелять противника стоящего напротив из дробовика наносит 80 процентов урона одновременно с этим 4 дробины наносит еще 20 процентов урона любым ближайшим противником которые они попадают дробины не могут наносить критический урон при использовании особой способности окер перестает перезаряжаться и в течение следующих 8 секунд он использует только усиленные обычные атаки когда заряд из дробовика поражает врага он дополнительно еще наносит 70 процентов урона по области ближайшим врагам а количество разлетающих дробин увеличивается до 6 потом вы качаете на второй уровень и во время действия особой способности вероятность того что заряд из дробовика нанесет критический урон повышается на 30 процентов тогда вопрос а какой у него шанс крита вот мы с вами зайдем в вершину времени его поймаем и посмотрим хотя бы у наемника и на третьем уровне во время действия особой способности дополнительный урон от дробин повышается еще на 25 процентов вместо 20 которые были изначально ну прикольно ульта да если бы дробины еще крита носили это было бы жесть это было бы жесть но в общем последнее время они добавляют героев которые очень много дамажит тот же самый кренчик да он еще наносит дополнительный урон и его надо качать как по мебели так и по персоналке а тут мы видим в ульте уже дробины который будет по области также пинать противника так удар прикладом локер ударом дробовика сбивает с ног стоящего перед ним противника огушает его на 4 секунды то есть сбитие и еще и огушение офигеть и наносит 140 процентов урона когда враг лежит на земле окер стреляет него нанося еще 240 процентов урона 2 и 3 уровень урон будет повышаться до 180 когда он сбивает и оглушает а на 4 сбитый с ног противник в которого стреляет окер получает тяжелую травму и наносимый им урон снижается на 40 процентов на 6 секунд ну в общем вы ставите пегги вы ставите этого окера розу ровно и допустим хендрика и всем габелла вообще очень будет круто не прикольный герой это подспорье то же самое гвинет если бы допустим у меня бы был свиток красный я бы наверное гвинет максимально прокачанный поменял бы на этого окера потому что исходя из первого второго навыка он уже мне нравится судя по описанию но как это будет на практике это вопрос другой так третий навык называется опытный стрелок окер достает свой револьвер и стреляет в дух противником самым низким запасом здоровья то есть это можно также спрогнозировать допустим поставить в команду торр ну да или аталью который сразу прыгнет и понизит это здоровье если здоровье цели ниже 10 процентов уровень критического удара для этой способности дополнительно повышается на 6 процентов зашибись во втором уровне количество противников которых можно выбрать в качестве цели повышается до трех это представляете он такой кольт вытаскивает такой хуй 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 да ну как обычно фильмах когда они вот эту заглушку второй рукой фигачат ну прикольно да на третьем уровне каждый раз когда локер убивает врага с помощью этой способности он получает щит равный 40 процентов от его собственного здоровья щит держится 8 секунд вот я и сказал ставите с пэйги да пэйги дает щит ближайшим союзникам и там эти гвардии творят какую-то жесть и тут у него еще свой дополнительный щит то есть это селф обилка помогает ему выживать и четвертый навык он пассивный проверено временем называется каждый раз когда атаки локера наносит критический урон его усиление критического урона дополнительно повышается на 2 очка но данное значение не может превышать 60 очков вот так вот друзья то есть крит будет еще сильнее но у него шанс крита там плюс 30 когда он накидывает когда прокачивает ульту а тут будет еще усиление крита потом усиление критического урона повышается дополнительно на 2 спойные очка и потом уже на 3 очка не классно мне нравится чем прикольная пассивка так а что по именному предмету о за атака защита меткость но не знаю чем там прям мазать будет что ли у него мало меткости так называется навык именного предмета про ныра когда здоровье окера падает ниже 60 процентов а его то его уровень критического удара повышается на 15 процентов не знаю не знаю то есть у него в принципе и щит а если она не будет понижаться то есть он будет стоять бить бить да то есть он как у нас такого нету что у героя понизилось здоровье он бьет и типа такой бьет его никто не бил да это редко происходит обычно или герой выживает и убивает противника или он моментально вздыхает но если будет ровно если будет пегги наверно он будет жить то дольше будет по-любому ну зачем они прикрутили к пониженному здоровью я не знаю но это какой-то бред потом на плюс 10 когда здоровье окера падает ниже 60 процентов уже будет уровень критического удара 20 процентов потом 25 и на плюс 30 чё тут пока особая способность рокера активно каждый критический удар который он наносит продлевает действие этой способности на одну секунду максимальная длительность 5 секунд то есть мы видим да что у него ульта 8 секунд криту крит долбану еще на одну секунду то есть 8 плюс 5 это будет уже у нас сколько это будет 13 секунд друзья ну то есть если его хорошо прикрыть он будет жахать 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 и в итоге он просто убит противника неплохая такая синергия именного предмета с ультой но это тоже надо смотреть так и мебель невозмутимость ну назвали конечно там такой ковбой еще со шляпой нарисован локер неуязвим для способности контроля пока действует его особая способность но это точно надо качать и объясню почему потому что если его взять в контроль то просто вы ему сбиваете ульту и от него толку никакого все все он ничего сделать не сможет поэтому 3 из 3 обязательно ну и плюс 30 плюс 30 дополнительно 5 секунд да то есть уже вот такая вот минимальная прокачка этого героя однозначно у всех будет донайтеров 9 из 9 локер получает дополнительно 25 очков утягивания жизни пока действует его особая способность ну то есть если у него понизилось здоровье он это все дело врубил начал пулять и от этого вампирика он быстрее отхиливается вот это спорно это спорно друзья поэтому 9 из 9 я бы особо не торопился качать ну 25 очков это в принципе нормально ну и не прям как-то много честно вампирик в этой игре работает через одно место особенно когда мы проходим допустим лабиринт мы это прекрасно видим потому что на вампирик вообще там ставку делать ну просто невозможно вы в основном отхиливаетесь или героями или допустим какой-то реликвии но в компании не знаю может быть это конечно поможет но мое решение вот на данный момент плюс 30 3 из 3 это максимальная прокачка данного героя ну и зайдем на арену испытаний ну что теперь настало время арена испытаний давайте посмотрим на манекене что он тут будет вообще творить по скорости x2 ну вот он использует свой второй навык кстати причем он сходу друзья бьет с приклада сбивает с ног это может останавливать многих героев слушайте ну прикольно он там ближнем бою дерется а я то думал для чего они ему вампирик добавили ну а также еще на пониженном здоровье то что он будет ну гораздо жестче да теперь понятно теперь понятно зачем тут вампирик данному герою когда вы прокачаете мебель 9 из 9 ну это просто выживаемость то есть с учетом того как он бьет быстро под вампириком он будет жить дольше понятно понятно может быть даже 9 из 9 зайдет хотя я все равно остаюсь при своем то есть плюс 30 3 из 3 что мы будем делать здесь я хочу посмотреть как он даст по таблу тайдусу и вообще насколько это реально мы сначала поставим допустим ровчанского также поставим сюда респана можем на миссу поставить потому что он будет тоже там усиливать за счет четвертого навыка и поставим пеги потому что пеги снова смещается на центр и ее гварды совокупности щитом от второго навыка этого ковбоя будет работать хорошо потому что пеги еще дает тоже щит и гварды также опрокидывает толкают и подбрасывают давайте попробуем вот такую команду но потом еще поставим сразу лены и обращаем внимание на нашего пушкаря ну ничего так тайдус это вырубил вы видели нет если бы не этот гребаный хазард мы бы сейчас убили тайдуса вообще просто в лед но с приклада сразу вырубил тайдуса он вообще ничего сделать не смог не нравится мне нравится сейчас еще одну тему попробуем я вам покажу только мы поставим позади пеги нормально так развалил то вообще нормально еще и респан конечно помог но респан тут боженька этот пушкарь что-то вообще тут мало нанес причем пеги нанесла больше но он простоял очень долго в контроле от хазарда вот что происходило друзья но мне приклад его нравится ладно перезаходим обратно на арену испытаний сделаю пару боевок и хочу поставить вот такую команду то есть по центру ровно роза вот сюда вперед пеги позади потому что тогда она даст щит он будет неуязвим и скорее всего он на стреляет будь здоров поэтому я вам и говорю что пеги с этим пушкарем будь великолепно еще бы скрыга сюда поставить и было бы вообще огонь и ну миссу тоже поставим за счет четвертого навыка теперь запускаем бой ну да да все получше он спокойно напуливает там еще эти гварды отбрасывают с алиса вон она что но миссу поставил свои тотемы ну без шансов вы посмотрите как он в ближнем бою просто развалил я хочу взглянуть вообще мы победим нет но мы скорее всего победим потому что с алиса сейчас просто лопнет а талена уже сделать ничего не сможет да это победа неплохая механика вот с приклада и то как он вжаривает ну наверно все таки ему вампирик будет нужен друзья вот в этом бою он показал лучший результат по урону причем он еще и впитал больше всех уронов вы посмотрите соотношение до первого столбика и третьего столбика так ну и наверно третий бой давайте сделаем тоже зачем только не сюда запихнули этого артура я не понимаю чем нам даст рука если и ровно поставить также допустим ровчанского пока ровчанского поставил вперед пеги позади и кого сюда еще добавить ну нару я не хочу добавлять с розы все понятно как будет работать респе ну давайте поставим напротив солисы он должен ее моментально убить но в такой комбинации бой должен закончиться еще быстрее напоминаю это просто вот первый взгляд на этого героя но он неплохо с этого приклада лупит блин как какая же у нас скорость выстрела вы видели вообще как он просто стреляет ну как я и сказал бой закончился очень быстро тут он не успел ничего сделать потому что все сделал пеги и респен но вот предыдущий бой мне понравился то есть когда вы будете проходить фракционные башни тоже он круто себя будет проявлять скорее всего против грамил он тоже будет все круто проявлять потому что за счет фракционного преимущества может быть в каких-то событиях за счет того что он вот этой дробью стреляет и наносит очень много урона тоже будет неплох но пока у меня только положительные впечатления и это хорошо потому что герой из простой фракции собрать еще раз говорю будет намного проще друзья на этом все завтра будем тестировать далеко не уходите хорошего вам вечера ну и отличного рандома и также дропа в игре все до завтра завтра будет уже какое-то конечное понимание об этом героя на арене испытаний а также в компании на него посмотрим обязательно обязательно друзья и